привет друзья с вами как всегда алексей это ролик интересен будет тому кто хочет узнать сколько мы платим за электроэнергию и как это все происходит в германии так что кому интересно оставайтесь значит так германии очень много поставщиков электроэнергии каждое домохозяйство может принципе каждый год менять нового поставщика перед тем как поменять можно посмотреть в интернете ранее цены и найти для себя более подходящую фирму договоры обычно заключаются на год или на два года у меня в этом году кончается мой договор и приятно был удивлен как сказать приятно сейчас за свет я буду платить совсем другие деньги здесь вы видите новый счет за электроэнергию получается так что раньше оплатил 1000 евро можно сказать грубо в год если разделить на 12 получается о 83 евро в месяц а сейчас я буду платить 2000 евро и это получается у нас о 166 евро в месяц расходу я в год около четырех тысяч киловатт электроэнергии киловатт электроэнергии киловатт электроэнергии старый стоил как вы сейчас видите 23 цента а сейчас будет около 50 шивая поменять свою фирму которая мне поставляет электроэнергию зашел на портал и сравнил и сейчас более менее дешевле получается платить 1600 евро каждый год это будет средним по 135 евро в месяц это всяко дешевле чем 165 короче на 30 евро дешевле большая раз чтобы поменять нового поставщика какие шаги нужно сделать во первых нужно написать заполнить формуляр и послать его по почте своему старому поставщику написать что вы отказываетесь от его услуг это делает месяц до конца вашего договора который был там на год прошлый пишите туда свои данные номер счетчика электрического это вы сделали и заходите на новую фирму которая у которой будете покупать электричество все заполняете там какого числа хотели бы вы получать эту электроэнергию и все и пошел у вас договор договоры говорю договоры есть на год и на два года многих договоров если у вас стоит фиксированная цена за сколько вы покупаете электроэнергию они не имеют права поднять эту цену и что еще интересно каждый год ты должен параметры счетчика отправлять в эту же фирму они делают перерасчет если вы например сэкономили то конечно вам деньги обратно возвращают а если вы больше нажгли электроэнергии тогда вам придется конечно доплатить если ничего не менять ничего не делать и просто как у вас есть например в в нашем городе есть главный поставщик которому все это относится как монополист можно сказать ну хотя если вы будете в него электричество покупать то это вообще вы стоило около 200 евро месяц я платил бы им а так получается сейчас я нашел за 135 месяц а если старый бы оставил то было бы 165 постоянно нужно сравнивать так что с такими ценами за электроэнергию сейчас конечно выгоднее строить ставить столяр аналога такое соляр аналога это солнечные батареи которые вырабатывают электроэлектричество они ставятся на крышу смотря какая площадь какая максимальная мощность вырабатываемое электричество вам подходит например если поставить 10 киловаттные расскажу на примере моего товарища недавно он поставил такую систему вырабатывает она у него 10 киловатт солнце светит на панели электричество преобразуется приходит к вам можно сказать подвал или куда там куда у вас кабель расположен вы его можете аккумулировать стоят система аккумуляторы в них она накапливается и потом если у вас ночь например то вы можете эту электроэнергию как бы постоянно тратить если у вас все полное батареи полные вы немного тратите то остаток электроэнергии вы продаете государству они у вас покупают по 6 центов за киловатт а продают потом по 30 до ну здорово в общем такая система принципе автономная ее хватает на дом хорошо когда солнечные батареи стоят на южной стороне дома всегда больше на этом месте и еще прикольно если автомобиль электрический и он у вас заряжена уже вы можете электричество когда он не хватает его брать дом может брать электричество прямо от автомобиля получается переносная батарейка тоже отличная система отличное решение стоимость такой системы около 20000 евро и принципе с такими ценами за электричество которые сейчас через 15 лет она полностью окупается и вы принципе ни от кого не зависит все будет своем еще выгодно если у вас электроавтомобиль на улице ставите разъятку называется боль бокс который заряжает автомобиль также дом можно будет отапливать кондиционерами которые тоже работают это электричество чтобы отказаться полностью от газа и дом становится вообще автономный раз конечно начнется в комментариях в конце а сколько денег уходит у вас примерно от зарплаты на обслуживание дома на электричество на еду и на все такое хочу вам сказать одно про свой доход как я думаю любой из вас люди не стараются везде афишировать поэтому не надо дурацкие вопросы задавать отталкивайтесь от того что в германии люди по разному зарабатывают как и во всех странах примерно вы цены знаете примерно зарплаты можно сказать в среднем даже не среднем можно сказать минимально люди зарабатывают от 1300 1400 на руки а там уже как повезет без обид вот так друзья выглядит наша потребительская система по поводу электроэнергии напишите сколько строит электричество ваших странах ваших городах сколько вы платите за это и сколько потребляете ну а с вами как всегда был алексей кому было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал а мы ждем следующего перерасчета за газ очень будет интересно так как дом отапливается на газу и вода горячая делается тоже от газа пока ставим лайки подписываемся на канал удачи вам